Добрый день! Сегодня мы будем готовить зразы. Это такие небольшие пирожки, в которых вместо теста картофельное тесто, а начинка любая. Может быть мясная, может быть капуста, может быть яйцо. В принципе, все, что есть дома под рукой, кладется в пирожки. Итак, что нам для этого нужно? Начнем с картофеля. Я взяла 5 или 6 таких средних картофелин, порезала их, почистила и отварила. Как отваривается картофель для зраз? В подсоленной водичке обязательно в воду нужно кинуть лавровый листик, какой-то пучок зелени, например, петрушки или укропа, пару листочков зеленых, свежих. Ну и можно душистый перчик горошком. Если нет горошка, можно взять молотый и щепоточку молотого. Вот я сегодня молотый брала, поэтому вот видите на картофелинах такие черные точечки. Это перчик. Но это ничего страшного, это вкусно. Тогда бульончик будет вкусный. Я знаю, что кто-то даже добавляет немножко лука, потом выливает его, он не нужен. Но он дает вкус, и тогда тесто картофельное будет вкусное. Картошку нужно отварить, слить. Она не должна сильно развариться. Видите, она полностью готова, но она целенькая. И она должна полностью высохнуть. Где-то она у меня полежала часа полтора после того, как отварилась. Она полностью холодная, остывшая и сухая. Вот это самый главный момент. Как только картошка сварится, сразу ее нужно сливать, чтобы она не напиталась водой. Вот такой, так приготовляется картофель для зраз. Что теперь нужно делать? Теперь мы берем толкушку, вот обычную. Можно взять мясорубку, у меня нет мясорубки. Но комбайн или вот миксер не подходит, потому что, когда комбайн перемилывает картофель, он оставляет клейкость. Вся картошка такая, знаете, тергучая, вот клейстер такой вот получается. Такого быть не должно. Или толкушкой, или на мясорубке. Хорошо, нам нужно ее потолочь. Вот таким образом. Но толочь нужно, чтобы не было комков. Попросите, может быть, мужа, или вам просто придется долго ставить толочь, чтобы не было меленьких комочков быть не должно. Оно должно полностью быть однородным и без комков. Итак, давим картошку. Мы потолкли всю картошечку. Она у нас полностью однородная, посмотрите, видите, однородная. И нету комочков. Хорошо, теперь берем яйцо. Нужно взбить одно яйцо. Одно яйцо и небольшой кусочек масла. Вот так. И теперь все вместе тоже потолочь в картошку. Мы все потолкли и хорошо перемешали, смотрите, видите, до однородной массы. Теперь добавляем немного муки. Я обычно на 5-6 средних вот таких вот картофелин кладу где-то 3-4 столовые ложки муки, не больше. Вот так, одну, две. Ввожу частями. Сначала толкушкой, вот так вот вмешиваю, а потом можно ложкой. Так, и еще две ложечки. Одну, две. Посмотрите по вашему картофелю. Иногда бывает разный сорт картофеля, и от этого то больше на одну ложку идет муки, то меньше. Главное, чтобы вы не клали много муки, это же все-таки картофельное тесто, поэтому мука просто для клейкости, чтобы чуть-чуть придать ему текстуру теста. Вот так, хорошо, все перемешиваем до однородной массы. Мы перемешали, наше тесто готово. Посмотрите, какое оно должно быть по структуре. Видите, вот оно, вот оно даже с ложки так немножко, вот, туго падает. Вот такое должно быть тесто. Видите, вот смотрите, как оно отходит от ложки. Вот так. Это такое оно должно быть, клейкое немножко, липкое, оно должно липнуть к рукам. Ну, это неважно, потому что у нас будет, как для места панировки, у нас будет мука. Еще вместо муки берут для панировки панировочные сухари мелкие. Это на любителя, но я делаю в муке. Хорошо, теперь поговорим о начинке. Начинка для зраз делается совершенно разная. Можно сделать мясную. Обжарить мясо кусочками вместе с луком. Можно обжарить фарш. Можно отварить яйцо вместе с зажаркой положить вовнутрь. Можно потушить капусту с мясом. Вот сегодня я потушила капусту вместе с мясом и буду делать это для зразов. Можно грибы потушить вместе с луком, даже со сметанкой и вовнутрь. В общем, все, что хотите, все, что мы кладем в обычные жареные пирожочки, можно класть в зразы. Все, что вам нравится, все, что есть у вас дома, под рукой кладется вовнутрь. Но сегодня у нас тушеная капуста вместе с луком и с кусочками мяса. И я сегодня это буду использовать как начинку. Хорошо. Итак, делаем зразы. Берем немножко муки. Присыпаем досточку или стол, на котором вы будете лепить. Муки должно быть, ну так, не очень много, но оно полностью должно прикрывать досточку. Вот так. Хорошо. Берем небольшое количество теста. Я беру обычно столовую ложку. Выкладываю вот сюда вот вовнутрь. Руки в муке. Вот так вот, чуть-чуть слегка. И делаю такую лепешечку. Такую лепешечку. Желательно, чтобы вовнутрь мука не попадала, насколько это возможно. Так, хорошо. Вот так. Теперь берем немножечко начинки. Вообще, мне кажется, что зразы самые вкусные, это с капустой. Ну, это мне так кажется. Может быть, потому что так дома у меня едят, не знаю. Но мне кажется, что самые вкусные с капустой. Так, теперь смотрите. Руки должны быть более-менее сухие, когда вы залепливаете их. И залепливаем, как пирожочки. Начинку вовнутрь. Делаем такой небольшой вареничек. Вот так вот по краям, посмотрите. Хорошо. Перекладываем на руку. Вот так. Вот такой небольшой пирожочек у нас получился. Выкладываем сбоку. И вот так вот лепим все зразы. Налили масло. Раскалили его очень хорошо. Ложим в горячее масло. Чтобы вот оно начинало шипеть. Хорошо. Выкладываем все наши зразы. И жарим с двух сторон до золотистого цвета. Когда они вот так вот подзолотились, можно переворачивать. Вот какие зразы у нас получились. Посмотрите. Запах очень изумительный. Они очень нежные. Очень нежное тесто. Даже непонятно, что это тесто. Это картофель сверху. Очень нежный и вкусный. Готовятся они очень быстро и легко. Я несколько раз их переворачиваю. То на одну сторону, то на другую. Чтобы они лучше проготовились. Хотя там все готовые продукты уже. И был такой румянец золотистый красиво. Чтобы они не сгорели. Я думаю, что у вас получится. Удачи вам в приготовлении из раз. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайк. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok